Всем привет! С вами всё о Звёздах ТВ. Представляем вашему вниманию актрису Ольгу Кузьмину. О её детстве, о карьере, о разводе и о романе с актёром Виктором Хориняком. Ольга Николаевна Кузьмина – лучезарная, красивая и талантливая актриса, за которой уже серьёзно закрепился статус российской звезды. Популярность эту актрису настигла на проекте многосерийного сериала «Кухня», в котором прослеживается её постепенное восхождение по карьерной лестнице. А также она снималась «Отель Элеон». Ведь в первых сериях она была просто одной из официанток, а в дальнейшем дошла до уровня бизнес-леди и управляющей. Сейчас у молодой актрисы на счету более 50 работ в кино. А с чего же всё начиналось? Давайте потихоньку разберёмся. Ольга родилась 16 июня 1987 года в городе Москва. С самого детства Ольга проявляла тягу к спорту и танцам, поэтому родители дали ей такую возможность. И параллельно, чтобы быть лучшей, она начала серьёзно заниматься акробатикой. Кстати, на ледниковом периоде, в котором Ольга выиграла вместе с Александром Энбертом, это ей очень помогло. Однажды, увидев талантливую, позитивную девушку на выступлении ансамбля, Борис Горачевский пригласил её на кастинг телевизионного киножурнала «Яролаж», где она успешно обошла несколько сотен претенденток. На свой первый гонорар в 500 рублей девочка приобрела свою давнешнюю мечту – конструктор «Лего». Мир кино настолько полюбился ей, что она решила посвятить этому всю свою жизнь. Не теряя времени, Ольга после школы подаёт документы в ГИТИС, но, к сожалению, попадает туда только со второй попытки. Получив диплом профессиональной актрисы, Ольгу берут в Театр Луны, где она занята в любых амплуа, не боясь показаться некрасивой, что для молодой актрисы является только плюсом. Но век Иролаша недолог, и нужно продвигаться дальше. Первый взрослый проект «Счастливый вместе» не принёс ей никаких дивидендов. Дальше были такие же незначительные эпизодические роли, таких сериалов, как «Универ», «Спальный район», но её упорно не хотели замечать, как зрители, так и продюсеры. И так длилось довольно долго, пока на горизонте не появился ситком «Кухня», где в её исполнении официантка Настя настолько полюбила зрителям, что это моментально вывело Ольгу на совершенно другой уровень. Интересный факт, который показывает, насколько серьёзно Ольга продолжает подходить к делу. То, что Ольга пошла на курсы официанток, чтобы быть стопроцентно достоверной в кадре. В последующем были проекты, как «Гранд», «Отель Элеон» и «Кухня. Война за отель». Но всё в том же образе, а для актрисы, наверное, это самое страшное – стать заложницей одного типажа. Пока в карьере Ольге не сильно виден рост больших и серьёзных проектов, пока ей никто не предлагает. Хотя её личико уже довольно известно. Сейчас Ольга полноценно загружена работой, озвучивает мульт персонажей, снимается в полнометражных картинах. Но эпоха «Кухни» пока её не отпускает. А что же у неё в личной жизни? Во время обучения в Академии Ольгу накрыли большие чувства, и её избранником стал психолог Алексей. Он совершенно не медийная личность и не имеет никакого отношения к миру кино или к миру театра. В 2010 году влюблённые поженились, а в 2013 году у них родился сын, которого назвали очень редким именем Гордей. Работу Ольга не оставляла даже на момент беременности, и после родов тут же продолжила съёмки. Её роды проходили достаточно сложно. Целых 18 часов она бедная мучилась. Муж всё это время держал её за руку. Но, к сожалению, в семье всё чаще стали назревать конфликты. Обаятельные партнёры, которые окружали красавицу-актрису, и тотальная занятость, всё же сделали своё дело. В 2019 году супруги подали на развод. Долгое время зрителей волновал единственный вопрос. А есть ли на самом деле у Ольги роман с актёром Виктором Хореняком, партнёром по съёмочной площадке? Ну что же Ольга не устает повторять? Понимаете, съёмки каждый день. И практически в каждой сцене мы снимаемся вместе с Виктором. Часто наши поклонники даже думают, что мы встречаемся на самом деле. Хотя это не так. Мы всего лишь друзья. Хочется ей пожелать всего самого наилучшего и всего доброго. Всех благодарю за внимание. Также вам желаю всего самого доброго, всего самого наилучшего. До новых встреч, до новых роликов и всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok